Я Спиридонов Евгений Викторович, 11.09.1985 года рождения. Родился в Кемерской области, город Калтан, улица Зернинского, 25.12. Работаю ОМОН, город Новокузнецк, капитан полиции, инспектор группы информации и документирования. 3 февраля получили команду «Быть на учении» в Софрино, куда улетели на самолете. Старшей группировки у нас был Огий Константин Анатольевич по подразделениям, который восстанавливал нам какие-либо задачи и вел вот эти учения. Прожив в Софрино, нас отправили маршем в Смоленск. В Смоленск мы прибыли, там уже стояли подразделения специального назначения, полк Кадырова, которым руководил Магомед Тушаев и Хусейн Минжидов. Нас собрали все телефоны, сказали, что мы поедем в Республику Белоруссию для выполнения задач со спецподразделениями Белоруссии. Совместные, куда мы выдвинулись ночью в район Гомельский район. Там на поляне был разбит лагерь. 22-го числа мы там разместились, 23-го с утра полковник Огий собрал нас и сказал, что мы поедем в новое место назначения, где будем производить учения. Но на следующее утро, в 5 утра, начался артобстрел территории Украины со стороны Белоруссии и авиаудары. Когда нас загрузили, мы выдвинулись на территорию Украины, заехав на КПП Украины, было все разбито. Там стояли белорусские военные и лежали трупы украинских солдат. Проехав через Чернобыль, через Припять до Чернобыля, там поставили задачу, якобы нужно зайти на улицу Киева, оказать помощь вооруженным силам в захвате территории Украины. Мы выдвинулись, не доехали до Киева, где нас подорвали всю колонну и так, когда очнулся, попал в плен. Призываю вооруженные силы России, Росгвардию, ребята, хватит бомбить Киев, хватит бомбить Украину. Здесь очень много раненых, пожалейте хотя бы их, если вы будете уничтожать, производить эти артобстрелы, вы уничтожите своих солдат, вы уничтожите мирный народ. Это не наша война. Матеря, жены, собирайте своих мужей, не нужно им тут находиться.